итак вы отсняли готовый материал принесли его домой начали просматривать млечный путь хорошо виден в кадре земля темновато баланс белого немного неверный собственно изображение нуждается в обработке сейчас я покажу как я делаю в лайтруме из кадра который это сырой кадр который я снял обработанный вот такой собственно это изображение после обработки сейчас я покажу как я делаю такое изображение для начала я сброшу все настройки чтобы показывать изначально вот собственно опять сырой кадр первое что я делаю это применяю настройки коррекции объектива и удаление хроматических аберраций сразу же по краям возникает шум так как излишне убрано виньетирование виньетирование я убираю не на сто процентов а порядка сорока может быть 50 то есть до такого уровня было стало также убирается дисторсия искажения называемая бочка либо же другие искажения объектива следующий пункт который я выполняю это температура баланс белого для начала я увеличиваю насыщенность кадра оба ползунка и vibrance и saturation до 100 процентов и меняю температуру кадра до порядка четырех тысяч порядка четырех тысяч в данном кадре может быть чуть меньше чуть больше зависит от общих условий съемки где-то вот такое должно быть небо здесь у нас желтый участок это из-за городской засветки которая видна на горизонте это можно исправить при желании но в данном уроке я не буду показывать собственно у нас так все получится вполне неплохо после чего необходимо вернуть ползунки и vibrance and saturation в их изначальное значение для этого ей достаточно кликнуть по ним два раза один и два и так изображение стало в своих натуральных цветах следующий пункт который я обычно делаю это кривая нижнюю точку кривой я поднимаю на пять десять процентов в данном случае до семи с половиной достаточно и всей кривой придаю легкую s-образность где-то вот здесь чуть вверх и где-то здесь чуть вниз собственно получая таким образом чуть больше контраста и не такие проваленные тени получая некоторые детали в тенях в данном случае на земле я также добавлю немножечко яркости по всему кадру экспозицию подтяну вверх увеличу контраст общий не стоит пережимать не стоит до ста процентов тянуть как правило не больше 50 не больше 50 плюс и локальный контраст ползунок clarity в русскоязычных вариантах четкость далее уже наше изображение вполне отличается от того что было хотелось бы добавить чуть больше контраста и насыщенности в небо в небе для этого я беру использую маску растягиваю ее вдоль линии горизонта у меня по умолчанию маска стоит на уменьшение насыщенности возвращаем двойным кликом к нулю немного добавляю насыщенности вот так достаточно немного еще локального контраста общую яркость чуть-чуть вниз экспозицию белые тона вверх и может быть темные участки неба вниз и опять же было стало так готово возможно теперь я хочу немножечко увеличить общую яркость всего изображения слежу за гистограммой чтобы не перетянуть сделать слишком ярким может быть немножко увеличить уменьшить значение highlights чуть добавить lights далее добавить немного насыщенности и собственно почти все единственное что мы получили в некоторых участках неба слишком шумность слишком большие шумы чтобы прибрать эти шумы мы идем в раздел подавление шумов и выставляем порядка 20 единиц после чего изображение обрабатывается и шумы гасятся как видите изображение стало менее шумным и в целом уже почти готова может быть чуть чуть сделать все это более голубым и фиолетовым собственно сравним с оригиналом мы получили значительно более приятный результат